здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а с нами на связи политолог павел лузин кандидат политических наук эксперт по российской внешней и оборонной политики здравствуйте павел здрасте война в украине по-прежнему остается темой номер один в мировых сми об этом пишут все анализируя ситуацию сегодняшнюю и пытаясь понять как она будет развиваться дальше об этом пишет и израильский аналитический портал детали который задается вопросом о том что означает победа для обеих сторон до недавнего времени это было трудно сформулировать но вот на днях президент украины зеленский заявил что победой для украины станет выход украинских войск на линию разграничения по состоянию на 23 февраля то есть до начала того что в россии называют специальной военной операции а вот с россией немножко все проблемней те цели которые были заявлены в самом начале они потихоньку исчезли из лексикона как первого лица так и других политических деятелей россии и остается непонятно а что же для россии является победой вот в этой войне у вас есть ответ на этот вопрос да он есть и к сожалению он неутешительный дело в том что российская цель и нынешней агрессии до нынешнего этапа агрессии и вообще всей той российской жизнедеятельности которая началась с аннексии крыма в феврале 2014 года она неизменно это уничтожение украинской государственности и по сути уничтожение украинской культуры то есть будем называть вещи своими именами геноцид почему я уверен что эти цели сохраняют свою актуальность во-первых тот манифест о геноциде украинцев который государственная риа новости опубликовали некоторое время назад он не был дезавуирован да это было написано там в колонке мнения и так далее но не редактор колонки мнения на риа новостях не руководство риа новостей не получила по шапке не было уволено текст не дезавуирован сегодня например патрушев николай дал интервью какой-то российской газете я не помню ее название в которой в общем-то сказал что нет все все цели остаются актуальными и стопроцентное уничтожение также он там сказал стопроцентное уничтожение нацизма остается актуальным и даже он начал говорить о репарациях со стороны украины и тех стран которые украину поддерживают репарация в пользу россии но понятно что здесь разделять такую искреннюю веру патрушева или его же клоунаду очень проблематично и понять что он вообще имеет ввиду и здоров ли он но в целом я полагаю что нет цель остается той же самой да сейчас россия не может достичь этой цели и на поле боя россия чувствует себя очень нехорошо сейчас но это не означает что россия не попытается например под под соусом какого-то там не знаю временного прекращения огня и так далее не попытается залезать раны и продолжить в общем-то действовать дальше я также не исключаю что возможно эскалации не только в украине но и с вовлечением других стран про молдову не будем забывать не будем забывать про страны балтии про польшу не будем забывать про финляндию например со швецией которые нато собираются вступать но еще не вступили поэтому здесь варианты могут быть самые разные но россия цели не отказался она и не может от них отказаться потому что для российской власти украина это эксенциальная угроза пока украина существует кремль не может спать спокойно это значит что в общем-то единственный твердый вариант завершения войны это либо смена режима в россии в рамках тех или иных событий либо полный военный разгром россии по поводу военного разгрома вот тот же упомянутый владимир зеленский выступал по видеосвязи на форуме вдовосе буквально на днях и он там заявил что на донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники чем украинских военных ну на донбассе можно считать тогда и вообще потому что основные практически все силы сейчас сторон сосредоточены именно там все и с этим возникает вопрос если такой огромный перевес в технике и судя по всему в живой силе что мешает тогда россии завершить достичь вот тех всех целей о которых вы говорите и вообще можно ли сейчас сравнить вооруженные силы россии и украины в настоящую минуту и под скажем так запасу прочности если война станет затяжной ну здесь понимаете перевес в технике есть пока на стороне россии это перевес количеством а то есть проще говоря плотность огня пока россия может создать высокую но мы видим да она уничтожает города просто стирает их с лица земли и мариуполе север и дальний донецке по постную и и сичанской так далее так далее настирает но понимаете проблема в чем проблема в том что войну то ведут люди и война ведется все таки с применением не только рук и ног но и головы до головного мозга и в этом плане украины и интеллектуальный перевес и моральный то есть войска украинские они лучше подготовлены к войне и они берегут себя да в отличие от российского командования которое солдат не бережет то есть грубо говоря россия там в теории да может взять и север донецк и даже там отодвинуть границы этих там днр лнр до административных границ донецкой и луганской областей но россия не получит ничего кроме пустыни то есть пустыни в которой нет никакой экономической базы в которой нет городов в которой почти нет людей контролировать такую пустыню ну да и и надо контролировать количеством солдат и техники но это 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 не победа и это повседневные каждодневные потери будут людские потому что на пустын на пустынной местности в десятки тысяч там квадратных километров но очень удобно вести диверсионные партизанские действия вот поэтому здесь да у россии есть количественный перевес но не качественный перевес что касается сопоставления российских вооруженных сил украинских вооруженных сил то опять же да материально техническое некоторые там отставания украины она компенсируется западными поставками вооружений и будет компенсироваться все дальше да и все все больше и эти вооружения они качественные да ну возьмем даже вот эти самые гаубицы знаменитые до американские м777 у них точность выше дальность выше и немаловажный аспект эргономика у них эргономика лучше она удобней то же самое там все эти там бмп там брони бронеавтомобили поставляемые сейчас со всего мира в украину там просто условия обитаемости лучше чем в какой-нибудь там советской и россии модернизированный там моталыге вот эти мтлб тягачи и там в какой-нибудь бмп-2 бмп-3 то есть просто условия питаемости лучше техника эргономичнее соответственно и экипажу в ней комфортнее он лучше ведет боевые действия он там выживает лучше поэтому я думаю что несмотря на количественные превосходства при том что в живой силе уже не так очевидно что есть количественные превосходства у россии но количество и превосходства она не дает качество боевых действий и россия я думаю если украина сохранит настрой нынешний и запад сохранит нынешний настрой на предоставление помощи украина имеет все шансы эту войну закончить с положительным для себя результат еще один вопрос который тоже касается вооружений вообще потенциала будущего и нынешнего собственно говоря совещала по произошло прошла очередная встреча рамштайн по аналогии от названия первого где первое место встречи представителей государств по оказанию помощи украине рамштайн 2 на сей раз она прошла в америке и там представители без малого 50 50 стран практически каждый отчитался и заявил о своих планах о том как он собирается помогать украине притом позиции были совершенно конкретные пока по 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 видам вооружений сроком поставок и количеству возвращаясь к вопросу о запасе прочности и потенциале на будущее не получается ли так что по сути дела сейчас в украине соревнуются даже не столько украина с россией сколько фактически весь мир западный и европейский его вооруженная система с российской то есть кто выживет кто потенциально мощнее но все-таки войну ведут украинские солдаты да и украинский народ поэтому они воюют и понимаете техника техникой за техникой должен сидеть человек который может ее применять эффективным способом поэтому все-таки здесь идет война россии против украины и война украины за свое выживание за снятие угрозы со стороны россии что касается западной помощи запад как бы нам не казалось что ну как же тогда запад вот десятки миллиардов долларов уже пообещал и какие-то выделил средства там технику поставляет ну что же они такие-то блага благотворители что и нет не благотворитель это инвестиция в безопасность запада потому что россия ведь своими действиями она не просто там нарушила территориальную целостность украины не просто совершила агрессию против соседней страны она совершила агрессию на европейском континенте на котором с 1945 года существовал некоторый консенсус относительно того чего можно делать на европейском континенте а чего делать там нельзя россия разрушила соответственно систему европейской безопасности которая формировалась мы с вами помним тяжелых ситуациях там холодной войны кризисы там два берлинских кризиса как как минимум венгерский кризис чехословацкий кризис там есть ли хельсинское совещание по безопасности и так далее и так далее но кроме всего этого россия же еще разрушает мировой порядок ведь россия она вот этими своим действиями демонстрирует что она будучи и постоянным членом совета безопасности он и одной из двух крупнейших ядерных держав в мире она не с не в состоянии соблюдать правила этого мира играть по этим правилам то есть она разбалансировалась да она радикализовалась но ведь ядерная держава и постоянный член совета безопасности оон да с правом вето который который это делает он разрушает вообще все основы миропорядка потому что там ядерная основы ядерного не распространения ядерного разрушения россия разрушила просто аннексии крым еще в четырнадцатом году с тех пор если мы с вами внимательно последим за обзорными конференциями договора не распространение ядерного оружия то ни одна конференция сих пор она ничем хорошим ты не закончилась потому что не о чем просто говорить стало и это льет воду на мельницу чуна мельницу ирана это идет воду который говорит ребята вы посмотрите в этом мире вообще полный беспредел да нам нужна атомная бомба это льет мельницу на воду на мельницу северной кореи которая говорит ребят посмотрите да нам нужна атомная бомба а как же так и и так далее не только кстати на эти страны у нас среди потенциальных кандидатов в ядерные державы в двадцать первом веке они говорю там ближайшие пять-десять лет но в ближайшие там 30-40 лет у нас же там и вьетнам есть у нас там есть и турция у нас там есть и бразилия это далеко не факт что они соберутся это делать но у них интерес есть поэтому вот спасибо до россии спасибо нашей стране за то что вот она разрушает мировой порядок для россии это выгодно чтобы у нас количество ядерных стран увеличивалось ядерных держав нет но россия это делает то есть россия не соблюдает правила игры поэтому запад инвестирует свою безопасность и запад инвестирует международную безопасность это инвестиция потому что сейчас ты выделивши украине там да какую бы ни было там сумму денег и какое бы ни было количество вооружений но в конечном итоге ты избежишь самого худшего сценария до сценария где там будет какая-то там третья мировая война с применением ядерного оружия поэтому здесь в общем-то надо понимать да войну ведет украина но запад инвестирует в свою собственную безопасность скажите пожалуйста я хочу вернуться к вашим словам о том что происходящее это не только угроза украине но и угроза ближайшим соседям прибалтийским странам вы говорили молдова теперь уже финляндия после того как она подала заявку в нато и так далее но возникает тогда вопрос что если сейчас россия не может справиться даже с украиной то как она собирается выступить в роли вот такого завоевателя вот всех тех перечисленных стран и все это возвращает нас к поднятой вами теме возможной возможного применения ядерного оружия чего очень боятся собственно говоря европейские страны я имею ввиду общественность просто людей которые собственно играете ребят своей власти с тем чтобы оказывать помощь украине но не переходить при этом какие-то границы чтобы не развязать третью мировую войну она же слеж ядерная война связи с этим у меня к вам вопрос по вашему ощущению анализу этой ситуации есть некий теоретический шанс применение россии ядерного оружия он к сожалению есть но опять же я бы не стал здесь а его преувеличивать и б я бы не стал так скажем вот знаете воспринимать это как угрозу которую вот надо вот предотвратить любыми уступками нет это это не та угроза которую надо превращать предотвращать уступками потому что уступки эту угрозу только увеличивать потому что россия сейчас не видя выхода из войны она не может ее закончить да она может эту приостановить надежде на зализывание раны дальнейшую эскалацию она может условиях дефицита ресурсов пойти на эскалацию дополнительно уже сейчас это не значит от завоевывать там ей эстонию латвию литву там или финляндии или польшу ей достаточно например не знаю нанести демонстративный просто ракетно-бомбовый удар по каким-нибудь там объектам инфраструктуры военной в эстонии или там да в румынии даже да вот в констанции есть там система американская противоракетной обороны и джиз на берегу до размещено это корабельная система она на берегу размещена и джесса вот демонстративно просто проверить нато запад на прочность то что ребята вывод все все 30 государств членов нато вступятся друг за друга если вот мы сейчас тут нанесем или там не знаю нанесем ракетный удар по аэродрому жешь в польше да через который значительная масса поставок вооружений в украину происходит кремль может полагать что нет скорее всего не все 30 скорее всего единство нато треснет или западные элиты там особенно в старой европе испугаются и скажут а нет нет давайте-ка мы все-таки попробуем договориться все сесть за длинный 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 стол путинских переговоров и может быть какую-то международную конференцию созвать и может быть как-то урегулировать вот это вот весь конфликт и тяга тяга к мюнхену к мюнхенским да всяким там сговором у европейских элита на но эту часть культуры дипломатической до политической поэтому кремль может такую возможность рассматривать учитывая что аналитики в кремле адекватной ну просто ее не существует там они могут искренне уверовать что вот если мы сейчас просто демонстративно тут пары ракеток парой бомбочек дарим на то глядишь они они издуются а если мы по финляндии который не член на то или там по острову готланд шведскому до балкейском море тоже не член ведь на то пока что и посмотрим будут они вступаться или не будут авось сядут за стол переговоров авось украина уйдет вообще там на второй план и они нам скажут ну ребята давайте забирайте себе главное лишь бы не было войны то есть до ядерной эскалации здесь может быть разная эскалация а вот в случае если там россия будет совсем вот загнана в угол и станет перед угрозой вот полного военного поражения со стороны уже там международной коалиции вот тогда кремль может решиться но это доктрине так записано на демонстрацию готовности решимости применить ядерное оружие что может заключаться там и в демонстративном применении ядерного оружия там не стратегического и небольшой мощности по какой-нибудь несудоходной акватории или по ненаселенной территории или даже на своем собственном ядерном полигоне на новой земле можно демонстративно что-нибудь подорвать но это это вовсе не означает что вместе с кремлем на тот свет соберутся и все российские военные со своими женами со своими детьми и российские губернаторы например это вовсе не работает так потому что для применения вообще любой военной силы я включаю ядерное оружие тем более ядерное надо иметь полное ощущение своей собственной моральной правоты а такого ощущения за пределами кремлята нет даже в российской армии которая там воюет в украине сегодня нет такого ощущения и в российском обществе такое ощущение нет а когда встанет вопрос допустим ну если он станет я надеюсь что нет о ядерном оружии то это ощущение еще по убавиться и скорее всего просто большая часть приказов она просто не будет выполнена поэтому здесь уже здесь в любом случае вопрос экзистенциальный стоит да для кремля вот кремль сейчас находится такой ситуации что для многих из них вот в случае там собственного поражения от украины ли от нато ли не знают кого еще в случае военного поражения скамейка на международном трибунале где-нибудь для многих из представителей российской власти высших эшелонов это самый хороший вариант потому что так из плохих вариантов у них собственная гибель гибель членов семей там сыновей и дочерей которые там тоже уже во власть встраиваются или встроены неплохо поэтому для них уже это вопрос жизни и смерти и они соответственно пытаются навязать эту игру и украине и западу в целом и могут попытаться навязать эту игру гораздо жестче гораздо серьезно если вы имеете дело с психопатом который который ведет какую-то суицидальную активность и витальную активность и он бегает за вами с ножом но что вы будете его пытаться уговорить в чем вы его хотите попытаться уговорить том что положи нож а ему уже все равно так соответственно у вас только одна задача это сделал все чтобы этот психопат перестал бегать с ножом и не переговорами до силы определенными физическими действиями до силы естественно поэтому если четко расставлять точки да то либо запад ближайшие там недели пару месяцев поставляет все необходимое вооружение до украине включая дальнобойные там системы рсзо на уроке ракетные системы залпового огня активные системы залпового огня и противокорабельные ракеты которые могут в общем-то черное море сделать более безопасно для судоходства мирного либо в общем-то рано или поздно придется на то уже применять свои войска непосредственно против россии потому что нет уже другого выход тут все павел большое спасибо что нашли для нас время за ваши комментарии всего вам доброго всего доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был политолог павел лузин всего доброго